Всем привет! Давно я не снимала дома видео, видео о покупках. Но сегодня не совсем будет видео о покупках. Сегодня мы собираемся отправлять посылку домой, на Украину. И дети, наверное, будут мне мешать. Они там кашляют, кричат, ругаются. Но я хочу сегодня снять то, что мы будем отправлять в посылки. И немножко моих последних покупок, потому что давно я покупки уже не снимала. Иногда я вставляла свои покупки в другие видео. Там перед Новым годом я что-то покупала, показывала. Ну и сегодня я несколько новых покупок покажу. И расскажу, что я отправляю на этот раз в Украину. Почему я решила... Вообще мы решили отправить посылку, потому что были мы в H&M. Недавно, несколько недель назад. И там была классная распродажа. Увидела я вот такую вот курточку. Она как раз такого цвета, как и есть. Синий вот здесь в этом освещении. Вот, с поясочком. Взрослая курточка, но размер маленький. С-очка. И я померила ее на лиску. На лиску она оказалась очень в обтяжку. Очень в обтяжку. Вот, поэтому я решила купить ее для своей подруги, ребенка. Она такая худенькая, стройненькая и достаточно высокая, чтобы они уже носят. У меня лиска на 5 сантиметров, кстати, выше меня уже. Вот, так что девочки сейчас растут хорошо. И она уже тоже носит взрослый размер. Поэтому я купила вот ей 20 долларов стоила курточка в H&M. Очень приятного качества. По-моему, неплохо выглядит. Вот, она такая зимняя или, скорее всего, димисезонная. Ну, очень приятная, хорошая курточка. Поэтому я решила купить вот своей подружке курточку. И заодно отправить остальную посылку. Что я им еще отправляю? Я отправляю просто еще небольшой кулечек лискиных вещей, которые на лиску уже маловато. Потому что у моей подруги трое детей, три девочки. Ну, в общем, всякие тоже вещички. Юбочку вот такую, она уже на лиску короткая сильно. Такая тут с карманами. Также я ей отправляю вот из моих коробочек красоты косметичку. Тушь. Вот такие вот щипчики для бровей. Что еще? Айлайнер. Как правило, чтобы порадовать. Тени. Тут троечка. Не знаю, стоит ли показывать мне все. Ладно, покажу быстренько. Тени. И лак для ногтей. Тоже он мне пришел в коробочке красоты. Вот такого вот цвета. Вот. В коробочке тоже джюлый. Так что отправлю ей вот такие вот небольшие подарочки. Также зашли мы вчера в Маршаллс и купили джинсы. Джинсы стоили 5-7 долларов. Это просто цена обалденная. Я купила 4 пары джинсов. Купила размер от 1 до 5. Размеры такие джуниор, то есть молодежные, да. И пришла все, померила на лиску. То есть я так решила, те, что лиски не подойдут, будут маловато. И я отправлю девочке. Так что отправляю я ей вот такие вот черные джинсики. Это как джеггинс. Не джеггинс, это как слим. Лаптяжку просто джинсы. Вот они тоненькие такие, без всяких наворотов. Хорошие джинсики, черные. И, по-моему, не стоили 5 долларов, если я не ошибаюсь. И также белые. Дженера фирма. Если это была черная тройка размер, это пятерка. Но тоже они вот такие вот хорошие джинсики. Тоненькие. Они уже такие ближе на весну, наверное. Вот. И двое из них лиска оставила себе. Это вот такие. Кстати, вот это размер единица. Фирма American Eagle. Это хорошая фирма джинсовая, молодежная. Вот они такого молочного цвета. И здесь с вставкой. Причем ставка наполовину прозрачная, наполовину еще с заплатками. Как бы вот тут ножка просвечивается. Здесь еще заплаточки какие-то. Ну, как-то так. И еще одни джинсы. Просто голубые джинсы. Ей такие нравятся. У нее такие есть. И она их уже просто заносила, не хочет снимать. Поэтому я точно такие же ей. Ну, другой фирмы. Но такого же плана купила джинсы. Она их померила. Сразу влюбилась. С высокой талией они. И они по щиколотку. То есть они Ankle называются. Это уже размер 5. В общем, с размерами у каждой фирмы по-разному. Поэтому от единицы до пятерки лиска у нас носит. И Жорик себе выбрал в H&M. Естественно, хэллоуинская распродажа была. Стоили они 5 долларов минус 30%. То есть там вообще за 3,50, да? Или сколько? Я купила вот такие вот Жорику костюмчик. Не то чтобы на Хэллоуин, а просто он его таскает по дому. Он его уже, честно говоря, затаскал. И отобрала, уже повесила. Потому что на самом деле тут еще даже размер великоват. Но он любит динозавров. И как раз вот это попало ему под тему. И он его уже тут по дому юзал очень хорошо. За такие деньги пусть ходят. Не жалко. И сейчас покажу, что мы купили маме. А потом еще немножко покажу покупок своих. Свои вещи. Ну, как я уже говорила, в связи с кризисом мы отправились. Отправляем по большей части уже такие товары необходимые. Чтобы мама лишнего не покупала. Ну вот, мы отправляем немножко еды такой в коробках. И всякие товары для дома. Вот я также купила три помады. Ой, то есть у меня была одна. Вот я купила две вот таких вот от New York & Company NYC. Такого цвета. Она пользуется такими более сиренево-розовыми. Эта тут потемнее у меня еще была помада. Клиник. Дальше буду прям показывать так по пакетам. Отправляем мы ей кофе, чтобы она там не покупала. Кофе дорогой. Купили мы такую огроменную банку. 340 грамм из кафе. Растворимый, напьет. Растворимый кофе. Дальше мы купили Folgers. Тоже кофе. Тут 226 грамм. Кофе Maxwell House. Стараюсь покупать в пластиковых банках, чтобы... Тоже 226 грамм. Чтобы без посылки был поменьше. И кофе... Что это за кофе? Baumont. Это from Eldia. Из Eldia мы покупаем 227 грамм. То есть я думаю, маме хватит надолго. И самой попить. И напоить гостей. Дальше мы купили вот такую огромную банку. Ибупрофена ей. Таблетки от боли. 500 таблеток. То есть болеутоляющие. Типа нурофена. Только немножко... Тот же состав. Там ибупрофен еще что-то в нурофене. А здесь просто ибупрофен. 500 таблеток. И я еще поделилась своими. Когда-то я покупала... Вот такие вот туалетную воду такую. Чего-то так я ими пользовалась. Вот. Цитрус. Белый цитрус. Такая очень свежая водичка. И плюс я еще покупала вот такую вот... Давно показывала еще с Жанны в покупках. Еще в моих первых видео о покупках показывала. Вот такой вот крем для тела. Вот. Ну, я думаю, для рук, для ног тоже сойдет. В общем, крем для тела тоже отправляем. Дальше. Вот мама полюбила, когда у нас была вот такие сириалсы. Сухие завтраки. Вот мы купили такие большие упаковки. Что-то такое. Хлопья с медом. И... Купили вот такие вот колечки тоже медовые. Дальше. Сразу в коробку складываю. Сегодня прям будем запаковывать и везти. Посылка будет идти где-то месяц. У меня есть видео о посылке, как мы отправляем, чем отправляем. Следующий пакетик. Это мы в основном все в Уморте покупали. Потому что в Уморте хорошие цены для таких вещей. Купили шампунь два в одном. Суэйв. Профессионал. Шампунь плюс кондиционер. Чтобы не надо было пользоваться отдельно шампунем и отдельно кондиционером. Ну, понятно, что это, наверное, немножко другого класса штуки. Но все-таки мама любит вот этот вот фрукт из Сочи. Мы купили также два в одном. По 750 мл. Большие банки. Мы все покупаем, чтобы надолго хватило. Дальше тоже зубные щеточки купили. И вот упаковка с зубными пастами. Здесь две зубные пасты Крест. Большие тоже упаковки. Вот такую продукцию. Дальше мы купили... Вот мама любит вот такое какао растворимое. Типа горячий шоколад. С сахаром. Да, это какао с сахаром, наверное. Вот. Мы купили три упаковки. Такой. Купили с Машмеллоу упаковочку. И... Да, и обычные. В общем, три упаковки. Также в Волмарте... Я вчера зашла, увидела вот такие вот... Три доллара. Просто увидела. Мы не собирались, но... Вот такие типа леггинсы. Но они флисовые. То есть просто на какую-то холодную погоду. Либо дома даже одевать. Я думаю, что будет тепло, мягенько ходить и на улице, и дома. Если похолодает, то нужно будет и ходить. Купили вот такую большую упаковку конфет. Здесь 1,134 кг. Вот эти Милки Вей, Твик, Сникерс. Милки Вей из черного шоколада. Ну, такие, короче, батончики. Разнообразные. Чтоб подсластить жизнь. И также купили большую банку крема для лица. Вот. Здоровенную банку. И... Единственное, что мне не понравилось, что она продается без защиты, без всякой. Но... Вроде бы... Неплохой крем, неплохой у него состав. Хоть мы не покупаем какие-то супер брендовые вещи для отправки маме, но... Вроде бы мы прочитали. Состав неплохой. Вот такой вот крем. Это Эквейт. Это волмартовская марка, но она себя постоянно сравнивает с какими-то знаменитыми производителями. В общем, косит, наверное, под них или что. Ну... В общем... Такой крем для лица. Чтоб надолго хватило. И так же... Мы купили ещё... Очень любят мама... Пинопаттер. Арахисовое масло. Покупали в Эгмансе. Тоже у него тут хороший состав достаточно. Натуральный. И вот... Он хороший по белкам. В общем, питательный. Так что... Вот такой вот день. Где ненормально мы купили посылочку. Ещё купили в Омарте. Тоже мы в прошлый раз отправляли ей другого цвета, кажется. Вот такие кеды. Очень удобные и лёгкие. Она в них бегает летом. Вот. И мы купили ещё одну упаковочку. Упаковочку. Ещё одну пару кед. Они, кстати, тоже не очень дорогие, но зато удобные. Ей нравятся, поэтому мы купили ещё. Ну и давайте покажу ещё пару вещей, которые я купила себе. Прикупила я себе штаны, которые, в принципе, такой ткани, что... Раз, мне их стрёмно одевать, но я их на себя померила, и они просто сели классно. Они как джинсы. У них фасон как у джинсов, но качество у них немножко... Ну, они не бархатные. Ой, я не знаю, так на меня не видно. Да? Вот так вот. Вот такого качества. Вот. И... Но чёрные они просто без всяких там швов, каких-то узорных каменьев и так далее. 15 долларов. Они стоили в маршалсе. И они так даже неплохо сидят. Вроде бы нормально смотрятся. Вот. Ну, я так их, конечно, попробую одеть, поносить. Если всё-таки буду чувствовать себя в них неудобно, у меня есть кому их отдать. Ну, и ещё пару вещей. Давайте. Начнём вот с этой вещи. Мне очень понравилась вот эта... Даже не знаю, как назвать. Туника, наверное, да? Это или блузочка. Она трикотажного такого... Ну, в общем, такая... Трикотажная, наверное, да? Здесь вот на спине немножко вставка есть. Такая вот гипюровая, ажурная. С коротким рукавом. И идёт хай-лоу. То есть, спереди она вот прикрывает пузо. А сзади она идёт, 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 идёт аж ниже колена. И я, в принципе, давно хотела что-то наподобие. И померила вот эту кофточку. Стоила она что-то там в районе 15 долларов на распродаже. А изначально она стоила 40 долларов. Вот. И мне она настолько понравилась, что я её купила. Я ещё не знаю, как её буду носить. Вот. Но я её мерила с узкими штанами. Она нормально смотрится. Также я её мерила с широкими штанами. У меня есть вискозные чёрные штаны. И они такие, ну, такие свободные. Такого примерно качества они вискозные. Вот. И мне кажется, оно тоже так очень по-летнему смотрится. Так всё такое просторненькое. Всё такое колыхается. В общем. Вот. Ну, понравилась мне вот эта вот кофточка. И цвет мне понравился. И вот вставка. Это всё понравилось. Мне очень понравились вот эти вот ботинки. Фирма Tommy Hilfiger. Купила я их за 40 долларов. Маршалсе. Хотела что-то на каблуке. Но такое, чтобы можно было носить совсем. И с джинсами абсолютно можно было свободно носить. Ну, то есть, casual такая. Не совсем нарядный. Потому что я очень много перемерила таких чёрных с носками. Там чуть ли там не глянцевых таких и всё. Но мне хотелось именно вот каких-то простых. Поэтому вот эти вот похожи на Оксфорды, мне кажется. Но на длинном толстом каблуке. Устойчивом. И как раз он такой под дерево. В общем. Мне понравились вот такие ботиночки. Здесь ещё вот хилфилгеровские такие наконечники. Вот. Атрибутика. И вот такие вот ботиночки кожаные. Очень мне понравились. Они очень хорошо сидят на ножке. Хорошо с джинсами смотрятся. Поэтому я не удержалась и купила такие. Вернее, сомневалась, покупать ли мне именно вот эти вот. Этот фасон. Ну, подумала, почему бы и нет. Они нестандартные, необычные. И купила их. Ну, наверняка я что-то забыла. Я ещё покупала Жорику курточки. Ну, Жорика вещи я тут не показываю, кроме костюмчика. Вот. Также на днях нам пришёл матрас. Матрас на кровать. Мы его заказывали с бесплатной доставкой. Это Memory Form матрас. И мы его распаковывали. И я засняла, как мы его распаковывали. Кто ещё не знает, кто ещё не сталкивался с таким видом продукции, матрасами. Просто вот интересно, как они его вакуумно пакуют. И потом, как он принимает свою форму, разворачивается. Поэтому я сняла, как мы получили этот матрас, какой он был в упаковке. И, в общем, сюда я его сейчас вставлю. Вот. В таком вот виде запакованном пришёл матрас. Заказывали через Amazon. Бесплатная доставка. Потому что вот удобно очень. Но он достаточно тяжёлый. Он больше 20... Ну, больше, где-то в районе 20 килограмм, наверное, весит. Вот Лискина кровать. Здесь, кстати, вот эту вот штуку мы тоже уже покупали. Потому что всё это, конечно, сделано из ДСП. И у Лиски уже вот этот ДСП это ломалось. И мы... 30 килограмм. Сколько? 30, да? 80 килограмм. А, 30 килограмм. И мы уже покупали вот эту вот доску заново. Ну, давайте, открывайте. Лис, есть у тебя? А ты инструкции не будешь штатик открывать? Лис, лис, оттуда. Нет, это не тот, что у нас. Это китайский. А, да? Да. Мы уже второй раз заказываем такой матрас. Первый раз мы заказывали... А, тут уже как-то надо разрезать определённо. А. Для нас на двуспальную кровать. Квын. И вот это вот размер квынс называется. Для вот такой вот кровати. Тут, конечно, у Лизы в комнате. Как говорится, чёрт голову сломит. Ногу. Ногу сломит, да? А, вон, смотри, там верёвочка есть. Лиска, уноси. Ну, да. А тут верёвочка есть, смотри. Я не вижу. И вот так вот он сложен. Освещение здесь тоже, конечно. Вот так вот он туго-туго сложен. И как бы вакуумно накачан. Закачан туда. Это memory form называется. Такой вот он запонтайский. Запоминающий форму. Вот эти вот эти. Так. Оп. Оп. Он наоборот, да? Тоненький он какой-то, нет? Или он разойдётся ещё? Нет. У нас так сильно толстый, на него простыни не налазят. Поэтому мы Лиске потоньше решили заказать. Ну, вот это, наверное, надо резать, да, плёнку? Да. Лиза, дай папе, пусть папа режет. О, всё, начинает надуваться. Да, вот он начинает надуваться и увеличиваться в ширине. Так, вскрыли эту пакетку. Жора, перестань. Такое вот у него покрытие. Вот это вот memory form матрас. Но он должен какое-то время, несколько часов полежать, чтобы усесться. Ну вот, по размеру подходит. Вот он, видите, немножко... Начинается он хоть. Немножко вот он такой горбатый получился, из-за того, что был свёрнутый. Вот ему нужно несколько часов, чтобы принять нужную форму. Ну, а так вот, смотрите. Ну, вот это... Как бы... Чехол там внутри, он memory form. Это кто меньше? Ну, вот так вот. Смотрите, как он потолстел, какой он был тоненький, и какой он стал уже толстый. А я уже испугалась, что он тонкий. Нет. Всё-таки он толстенький. Ну, вот такое вот чудо мы приобрели. Ну, в основном вот так. Такая у нас посылка. Такие покупки последние. Надеюсь, что в скором времени будут ещё покупочки. Сейчас тут огромные распродажи, конечно же. Уже распродажи, остатки распродаж, вернее. Что ещё есть больше возможности купить дешёвую одежду, обувь. Там, на следующие годы для детей особенно. Вот. Ну, и всё. Пишите, что понравилось, что не понравилось. Мне, главное, цены. Очень нравятся. Всё. Всех целую. Пока. 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 Пока.